МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вчера в Шиловском районе Рязанской области в селе Рясы на монументе в честь героев-фронтовиков Великой Отечественной войны появилась мемориальная табличка с именем участника другого военного конфликта, а именно афганского. Механик-водитель танка Владимир Васильевич Пескунов погиб 2 сентября 1985 года при выполнении боевого задания. За мужество и отвагу он посмертно награжден Орденом Красной Звезды, а похоронен Владимир Пескунов в селе Муратово Шиловского района. Вчера вспоминали герои, его родственники, друзья и земляки. Война в Афганистане была одной из самых кровопролитных в истории локальных войн. В декабре 1979 года тысячи молодых парней со всех концов страны отправились отдавать интернациональный долг своей родине. Вернулись из Афганистана лишь единицы. И те, кто вернулся, уже никогда не смогут забыть ужасу в той войне. Родственники и друзья погибших хранят имена бойцов в своей памяти и стараются увековечить их подвиги. Так в селе Риаса Шиловского района открыли памятную доску Владимиру Пескунову, героически погибшему в той войне. Мы знаем, что с детства вместе учились в школе и по деревне вместе дружили. И вся жизнь у нас проходила совместно плечом к плечу. У нас были большие планы о перспективе жизни, жизненностях быть полезным нашему доброму обществу. В 1984 году Владимира призывали в вооруженные силы. Путевка легла на Афганистан, где он служил механиком-водителем на танке Т-55. Дважды был ранен за полгода. И третий раз, когда ситуация произошла в горах, попал под пулеметную очередь. Владимира Васильевича все его друзья запомнили как человека ответственного, добросовестного, честного. Рос он вместе с матерью и парализованным отцом. Уже в третьем классе пошел работать в колхоз. Закончив 10 классов, после чего был призван в армию Советского Союза. Сын был очень хороший. Не пил, не курил, ни в драйте нигде не участвовал. В школе учился он, в Масалове, в интернате. Интересен тот факт, что памятную доску установил близкий друг Владимира Пескунова, Анатолий Монахов. Примечательно, что это не первый памятник, установленный Анатолием Ивановичем. Благодаря таким людям память о подвигах наших солдат будет жить еще очень долго. Рязанское отделение партии «Справедливая Россия» выступает с инициативой провести референдум о государственной поддержке детей войны. По идее рязанских «Справедливого Россия» необходимо сделать так, чтобы люди, родившиеся в предвоенный и военный период, получали бы определенный набор льгот. Сегодня состоялась учредительная конференция движения «Дети войны за справедливость». Отечественная война – страшная страница в книге истории нашей страны. И люди, рожденные в то время, наравне с взрослыми, переживали все тяготы и лишения того периода. А значит, и внимание детям войны должно уделяться особое, и отношение к ним должно быть бережное. Руководство партии «Справедливая Россия» к этому вопросу подошло основательно. Наша партия начала заниматься проблемой детей войны еще в примере 70-летия начала Великой Отечественной войны. То есть свыше четырех лет назад. За эти годы в 18 регионах страны приняли закон о поддержке детей войны. И сегодня общественные движения «Дети войны за справедливость» продолжают добиваться принятия этого закона и в нашем регионе. Данный законопроект находится на рассмотрении Госдумы. Пока он не принят. Но я уверен, что подобный законопроект будет неизбежно принят и на федеральном уровне. Партия «Справедливая Россия» неоднократно уже более 10 лет принимала этот вопрос на уровне государства. И этот закон обвиняли. В прошлом году, в декабре, 11 законопроект подготовили. Не хотите принимать один большой закон, вот вам 11 разных, выбирайте. Ни одна поправка не прошла. И здесь на этом они не остановятся. Они будут продолжать. Мы вносили данный вопрос на референтум в Лязанской области. Нам отказала наша избирательная комиссия. Продолжим, несмотря на это, добиваться все-таки проведения референтума в центральной избирательной комиссии. Главное, как говорится, привлечь внимание общественности. Ну а суть самого законопроекта заключается в том, чтобы обеспечить детей войны необходимой поддержкой, как финансовой, так и моральной. Для меня это настолько важно, лично для меня. Я в это так включилась в это дело. Ну как, это же хотя бы нас заметили, хотя бы нас будут знать. Я еще раз хочу сказать большое спасибо Сергею Михайловичу Миронову за то, что он поднял это движение. И что наши руководители в Лязани, Справедливая Россия, за это взялись и серьезно к этому плотную относятся. Справедливая Россия пытается добиться для людей, родившихся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 господдержки. А именно, ежемесячных выплат в размере 1000 рублей, скидок на оплату коммунальных услуг в размере 25%, а также внеочередного обслуживания в государственных и медицинских учреждениях. Мы решили, к примеру, свои возможности запустить свой социальный проект. Да, он небольшой. Он не сможет сделать и решить все проблемы. Всего лишь месяц назад обратились к предпринимателям, это такие же люди. У них есть также отцы, деды, матери. Они поддержали нас. Они готовы предоставлять скидку в своих магазинах. Дисконтные карты раздали всем, кто присутствовал на собрании партии. Будем надеяться, что эта мера – лишь первый шаг. И партия «Справедливая Россия» поможет детям войны добиться своей справедливости. А накануне студенты-медики лечебного факультета Рязанского медуниверситета отпраздновали выпускной. Впрочем, теперь им предстоит продолжить свой профессиональный путь – выбрать интернатуру или ординатуру. И также на этом выпускном более десятка дипломов вручили первому выпуску факультета среднего профессионального образования, то есть медсестрам и медбратьям. В актовом зале Рязанского медуниверситета нет свободных мест, даже для тех, кто согласен постоять. Еще бы! Этого события родственники и близкие ждали долгих шесть лет. 284 выпускника надели заветные мантии и шляпы. Экзамены и годы обучения остались позади. Вручение дипломов выпускникам лечебного факультета ознаменовало окончание сложного и важного этапа в жизни будущих врачей. Мы все прошли очень долгий путь, шесть лет обучения, это было непросто для всех нас. И, конечно, мы все очень рады, что мы, наконец, заканчиваем университет, и многие заканчивают его с красным дипломом. И, несомненно, мы все очень рады. Понимаете, это призвание. То есть, если есть желание стать врачом, то здесь уже не играет никакой роли бессонные ночи, ни трудности. Просто, если ты видишь цель, нужно следовать ей. 90% выпускников лечебного факультета востребованы на рынке труда. Такими показателями может похвастаться далеко не каждый вуз. Согласно общероссийскому мониторингу эффективности вузов, Рязанский медицинский университет входит в семерку высших учебных заведений, выпускники которых трудоустроены почти стопроцентно. Один из залогов такого успеха – тесное сотрудничество вуза с правительством области, Министерством труда и социальной защиты населения и Министерством здравоохранения. Благодаря этому в вузе ведется целенаправленная подготовка специалистов по востребованным направлениям. Мы увеличиваем пока в настоящей перспективе количество мест на педиатрическом факультете, потому что педиатры нам нужны. Растет набор на лечебный факультет. Востребованность специальностей и конкурс среди абитуриентов он традиционен. И на текущий момент действительно лидирует опять же лечебный факультет, стоматология, педиатрия. Посмотрим, как будут догонять другие специальности. Но на самом деле активно кампания стартует вот именно на этой неделе. Именно в Рязанской области прошли выпускные, как и в других большинстве регионов наших сопредельных. И ребята сейчас начинают активно ехать. И вот действительно уже сотрудники приемной комиссии практически до обеда только принимали, 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 и всякие перерывы. Год из года вуз динамично развивается. Каждый курс получает новые знания. Вместе с 63-м выпуском лечебного факультета дипломы получают первые выпускники среднего специального образования. Специальность медсестры для медицинского университета новая, но востребованная. Как на рынке труда, так и среди абитуриентов. Профессия медсестры, как я считаю, тоже ответственная профессия. И не меньше, чем врач, медсестра делает для больных. И я с детства хотела поступить в медицинский университет, хотела учиться именно здесь. И наконец-то моя мечта сбылась. Я отучилась. Теперь буду помогать людям. Профессия медсестры – это необходимая и самая гуманная профессия. Я считаю, что помогать людям – это необходимо. Примером является для меня мама, которая проработала в этой сфере всю свою жизнь. И на ее примере я тоже захотела быть медицинской сестрой. Выбор девушек не случайен. Исполнить мечту или продолжить семейную традицию дорогого стоит. К тому же, окончив отделение сестринского дела, они смогут продолжить обучение. Первый шаг к освоению этой профессии – это именно медицинская сестра. И потом, ребята уже, пройдя подготовку на эту специальность, они уже могут поступать в наш вуз на высшее образование. То есть продолжить обучение или по сельственскому делу бакалавриат, это также высшая форма обучения, или выбрать любую медицинскую специальность. Пока счастливые выпускники получают дипломы и приносят клятву Гиппократа, в холле университета собираются очереди. Абитуриенты, которые пока только мечтают о студенческих буднях, подают документы. Комиссия у нас начала работать с 19 июня, и сейчас полным ходом идет прием документов. Документы мы принимаем на специальности высшего образования. Это лечебные дела, педиатрия, стоматология, медико-профилактическое дело, фармация и клиническая психология. И на специально-среднему профессиональному образованию – сестринское дело. Прием документов у нас продлится по 24 июля. Это для тех ребят, кто имеет результаты ЕГЭ. Те, кто поступает по нашим внутренним испытаниям, у них прием документов до 10 июля. И с 11 июля уже начинаются наши вступительные испытания. Но это не все могут уйти на наши вступительные экзамены. Это только те, кто имеет среднепрофессиональное образование, дети, инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья. Уже в первые дни работы приемной комиссии на некоторые факультеты появился конкурс. Наиболее популярны среди абитуриентов стоматологические, педиатрические и лечебные факультеты. Когда-то сам ректор РГМУ Роман Калинин оканчивал лечебный факультет. И по его словам, с тех пор многое изменилось. Сохраняются традиции, появляются новые веяния, но неизменным остается одно – престиж профессии и гордое имя выпускника медицинского университета. Ну а теперь о происшествиях. Сегодня рано утром на улице Зубковой произошла серьезная автомобильная авария, в результате которой пострадали сразу три ребенка. Они с различными травмами доставлены в больницу. Подробности этого ДТП далее. Ранним утром 20 июня в Рязани на улице Зубковой произошло ДТП, в котором травмы получили трое детей. 23-летний рязанец на легковушке выехал на встречку, где и врезался в иномарку. Освительствование показало, что водитель 12-й был пьян. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем под управлением 38-летнего жителя Москвы. Как казалось, водитель ВАЗа сел за руль в состоянии алкогольного пьянения. При его освидетельствии прибор показал 1,060 мг на литр, вдыхаемый воздухом. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Вольцвагена и его 4-летний сын и 2 несовершеннолетних дочери 11-13 лет с травмой различной степени доставлялись в медицинские учреждения города Рязани. Сотрудники одного из рязанских заводов рассказали, что виновник аварии пришел пьяным на смену в понедельник вечером. За это его отстранили от работы. Он уснул в раздевалке. К утру немного проспался, но все еще был неадекватен и бегом побежал к своей машине. Сотрудники пытались его догнать, но не успели. Он, расстроенный и злой, улетел на своей двенашке. И буквально через полчаса произошла авария. Семья ехала в Сочи на отдых. Сам же виновник аварии отделался царапинами. И еще важная информация. Разыскивается Ермаков Михаил Иванович, 1937 года рождения. 26 июня мужчина ушел из своего дома в поселке Шилово. И с тех пор его никто из родных не видел. Михаил Ермаков среднего роста, по словам соседей, был одет в шерстяные брюки со стрелкой и светлую рубашку с коротким рукавом. У мужчины отмечались проблемы с памятью. Если кто-либо располагает информацией о местонахождении Михаила Ивановича Ермакова, то, пожалуйста, сообщите об этом по телефону, указанному сейчас на ваших экранах. И на этом наш сегодняшний выпуск новостей подошел к концу. Напоминаем, что телефон информационной редакции телекомпании «Город» 720020 и 720021. Если у вас возникают какие-либо житейские, либо коммунальные проблемы или неудобства, то звоните нам, и авторы программы «Время говорить» постараются вам помочь. Ждем телефонных звонков. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет глава молодежной администрации Рязани Артем Никитин. И речь в беседе пойдет о прошедшем дне молодежного самоуправления и открытии сквера на улице Горького. А на сегодня это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города! С 1 июля 2015 года вступят в силу новые тарифы на электроэнергию, поставляемую населению. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. Телефон для справок 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова